Мы продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Касьяна. И напомню, в прошлый раз, читая 94-й абзац, мы говорили о том, что уныние, о том, что уединение, оно есть удел человека, достигшего определенного уровня, ну, скажем так, определенного уровня духовного развития, которое характеризуется способностью смирения. И как раз людям, которые не способны смиряться, общежитие крайне полезное, а уединение, оно крайне вредное и противопоказано этим людям. И мы говорили, что общежитие как раз и является первичной школой, в которой человек смиряется. Это именно той необходимой, неизбежной школы, в которой человек приобретает навык не только уединенного бытия, он приобретает навык молитвы, навык служения Богу, навык стояния перед Богом. Потому что вне контекста смирения, вне способности смиряться с раздражающими факторами, ни о каком предстоянии Богу, ни о какой молитве и речи быть не может. Мы достаточно много об этом говорили, сейчас не будем повторяться. И, собственно говоря, человек, который рвется из общежития, потому что он устал от раздражения, от раздружающих факторов, от, скажем так, мирского характера окружающих его людей, от того, что у него, скажем, условия такие в общежитии, что он не может молиться, не может поститься, не может исполнять волю Божию. Вот от таких как бы неблагоприятных обстоятельств, от невозможности, как ему кажется, здесь жить с Богом, мол, хочет убежать, вот такой человек от общежития, убегающий в уединение, он безумен, он готовит себе погибель. И на эту тему немало из стихотцов написано, в основном это истории эскидских потеряков, разных потеряков, где рассказывается о том, как люди, искавшие уединение, не сумевшие ужиться в общежитии, они погибали. Духовно погибали, потому что самочинение, самоволие, гордыня, уводящая человека в пустыню, она приводит к тому, что он не имеет сил сопротивляться бесовским нападкам, он не имеет сил для того, чтобы молиться Богу. А без молитвы к Богу, без божественного укрепления, божественного посещения, ему ни в жизни не справиться с теми трудностями, которые готовит ему пустыня, которые готовят ему единенное бытие. Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Если человек не идет путем смирения, не смирился еще, то благодати ему не взыскать. Само по себе уединение ничего человеку не дает. Даже в каком-то смысле она опасна для того, чтобы гордыня еще более усилилась. Естественно, если человек не в состоянии переносить немощи ближнего, то есть он не может носить тяготы друг друга, а значит не может исполнять евангельский закон, закон Христа, значит он не смирился, он превозносится над этими людьми, он осуждает их, и естественно с таким состоянием сердца, выходя в пустыню, он готовит себе погибель, потому что против него, против его гордыни выступает Бог. Вот об этом и говорит Иоанн Касьян в 95 абзаце, он повторяет эту мысль. «К тому же искать пустыни следует совершенным и очищенным от всякой страсти, или по выварении начисто всех страстей в обществе братьев и вступать в нее не по малодушному бегству, а по желанию достигнуть высоты божественного к созерцанию, который совершенным не может быть иначе приобретена, как в пустыне, ибо какие страсти перенесем мы в пустынь неуврачеванными, те будут чувствоваться скрытыми в нас, а не истребленными. И пустынь, как для очищенных сердцем, приберегает чистейшее созерцание, и в приискреннейшем видении открывает ведение духовных тайн, так обыкновенные страсти тех, кои не очистились от них, не только сохраняет, но еще и усиливает. В таком случае иной да то ли кажется себе терпеливым и смиренным, пока ни с каким человеком не видится и не входит сношение, но тотчас возвращается к прежнему своему нраву, как только какой-либо случай вызовет его к движению. Тогда тотчас выникают из него страсти, которые скрывались и как необузданные кони, откормленные в долгом бездействии, с большим стремлением и неистовством вырывается из своих затворов на погибель своего всадника. То есть мысль достаточно проста. Если человек хочет убежать в пустыню, именно убежать в пустыню, не вынося той ситуации, в которой он находится, это бегство. И только оно прикрывается такой благоприличной личиной того, что он как бы стремится к уединению и тишине. Если мы не стяжали мира, не стяжали теплоты, молитвы, не стяжали пребывания с Богом в общежитии, то мы никогда не найдем ее нигде. Вот это первая мысль, которую доносит нас в этом абзаце Иоанн Касьян. А вторая мысль, что уединение опасно тем, что страсти прячутся во время уединения. Это особенно характерно для современных уединенников. То есть, понятно, что в пустынь, даже в какую-нибудь землянку, в леса мало кто сейчас уходит, а больше люди закрываются, запираются дома, ища там вот какого-то молитвенного уединения, отрешенности и так далее. И вот когда человек пребывает в уединении своей собственной квартиры, ему, естественно, кажется, что все страсти побеждены, и все страсти отступили, потому что нет раздражающих факторов. Телевизор молчит, рекламу он не смотрит, с людьми не общается, живет один, ну, сходил он раз в магазин, купил какие-нибудь продукты. Естественно, чревоугодие его не мучает, естественно, блудная страсть его не мучает, раздражение его не терзает, гнев близко даже нет, и человеку кажется, что все, он совершенный. Вот, и когда, и это может продолжаться достаточно долгое время, и, как пишут некоторые святые отцы на эту тему, в этом смысле есть особая хитрость дьявола. Конечно, он мог бы показать, что вовсе не такой этот человек, но зачем ему это делать? Пусть он пребывает в самомнении, в самообольщении, он и так гибнет, зачем его еще дьяволу искушать? Другое дело, что Бог заботится о спасении этого человека, и устраивает ему ситуации, когда он легко познает свою немощь. Все-таки надо ходить в храм, чтобы причащаться, и там в храме он быстро обнаруживает, что люди его раздражают. Вместо того, чтобы понять, что люди, именно в этом состоит опасность самообольщения, вместо того, чтобы понять, что люди его раздражают, что его сердце немирно и непокойно, он думает все-таки, как хорошо дома. Дома я сижу, тихохонько, никто меня не раздражает, тут какие-то люди все бешеные, какие-то все неспокойные, какие-то все неуравновешенные, они просто будоражат во мне страсти, поэтому реже буду ходить в храм. Раньше ходил каждую неделю по воскресеньям, чтобы причаститься, буду ходить раз в месяц. Вон святой Антоний Великий вообще там очень редко причащался, ну и я буду подобно там. Но поскольку и через месяц он встретит то же самое в храме, он подумает, нет, буду-ка я причащаться только, скажем, на Пасху, или там Великим Постом, да Рождественским Постом, вообще не буду приходить к людям. И таким образом он консервирует, консервирует свое страстное состояние. Он не может выйти духовника, он не слушает, потому что, ну а какой смысл его слушать? Батюшка живет там, на машинах ездит, деньги получает, семью воспитывает, с людьми ругается, с властью целуется. Ну, о чем вообще можно с ним говорить? Он даже о молитве никакого понятия не имеет. Вот то ли дело я, я вот сижу, у меня все мирно, тихо. Но, если каким-то образом его уединение будет разрушено, скажем, приехала мама, или за мамой нужно ухаживать, и он поехал к маме, или еще какие-то вот Бог стучится, вторгается каким-то способом, чтобы показать ему, что никакого совершенства, никакого бесстрастия у него нет, а есть только самомнение, обстоятельства как-то вторгаются в его жизнь и разрушают его вот это самоуверенное, самомнительное успокоение. Человек может понять, что он вовсе не то, чем он кажется, но человеку так приятно это обольщение того, что будто бы он бесстрастен, что он прячется в этих своих подвалах и подпольях, чтобы только никто его там не дергал, никто его там не задевал, а дьявол просто оставляет его в покое, потому что зачем ему какие-то искушения, человек и так гибнет, сам рой себе ям. Вот что ждет человека в наше время очень часто, если он взыскивает себе уединение. Уединение купирует страсти, оно их не изгоняет, оно не очищает сердце, оно только делает их невидимыми, оно болезнь есть, но она, как сейчас принято говорить, проходит бессимптомно, оно есть, наша душа разрушается, мы гибнем, но этого не знаем, никаких внешних проявлений того, что мы гибнем, у нас нет. Люди могли бы нам это рассказать, но мы их, как единственное свое врачество и лекарство, выгнали их из своей жизни, и поэтому пребываем неисцельным. И важно понимать, что вот я уже употребил эту фразу из послания апостола Павла, что закон Христа состоит в том, чтобы носить немощи друг друга. Если мы носим немощи друг друга, то мы исполняем закон Христов. Если мы сами себе свидетельствуем, что не в состоянии мы носить немощи друг друга, то этим мы свидетельствуем, что закон Христа исполнять мы не в состоянии, мы его не можем исполнять, не хотим исполнять, и исполнять его не будем. Мы хотим удобного, приятного уединения, в котором мы пребываем в самообольщении. Вот что мы ищем, еще раз повторю себе, на погибель. Дальше Иоанн Касьян коротко говорит об одном замечательном искушении, которое может постигнуть человека, о борьбе с духом печали. 99-й абзац. Мы немножко только, ну и он и говорит про это немножко, и мы немножко про это поговорим. В 5-й брани предлежит нам отбивать остные, то есть копья, острия, всепожирающей печали, которая, если как-нибудь получит возможность обладать нашим сердцем, то пресекает видение божественного созерцания, и душу всю, не сдвекшись с высот святого благонастроения. Расслабляет в конец и подавляет, ни молитв не дает ей совершать с обычной сердечной живостью, ни чтению священных книг всему духовному орудию и врачеству не допускает прилежать, ни мирную и тихую с братьями быть не оставляет, ко всем также обязательным делает послушание, делам послушание делает нетерпеливою и ропотливою, и отняв всякое здравое рассуждение, и возмутив сердце, делает ее как бы обезумевшей и опьянелою, и сокрушает и подавляет пагубным отчаянием. Очень, на мой взгляд, точная, очень яркая, конкретная характеристика печали. Печаль помрачает сердце, помрачает ум и отсекает от человека боговидение, то есть человек начинает воспринимать мир вне промысла Божьего, вне представления, понимания, видения божественной силы, божественной мудрости и божественной любви. Он начинает воспринимать мир так, как будто Бога нет, как будто Бог ничего не может, как будто Бог мир не любит и никакого участия в жизни моей личной, в жизни людей не принимает. Естественно, когда человек начинает так видеть мир, естественно, появляется чувство тоски, потому что чувство печали, чувство, которое парализует волю, потому что человек понимает, что он бессилен в этом мире против сил зла, против ненависти человека, против коварства врага, против самого мира с его искушениями, соблазнами. Он понимает, он бессилен, он пешка, он щепка, он соринка в этом мире и ничего сделать с этим не может. Все его усилия по направлению, по устремлению к добру, все его усилия, потому что, чтобы что-то добиться, каких-то, скажем, бесстрастия, какой-то победы над страстями или над чем-то, какими-то искушениями, понимает, все бессмысленно, все бесполезно, все мои усилия напрасны, я ничего никогда не смогу достичь, я ничего никогда не смогу добиться, грех сильнее, мир сильнее, зло сильнее, до Бога не докричаться, до смысла никакого нет, кругом только торжествует зло. Естественно, человек в таком состоянии, он ничего не хочет делать, его воля полностью парализуется. Начинается это все с того, что человек увидел, ему показали, его убедили в том, что смотри, зло сильнее, грех сильнее, видишь, Бога нет. Вот это созерцание мира вне представления о божественной премудрости, промысле и любви и является источником печали, то есть, по сути дела, ему показали мир так, как видит его неверующий человек. Его показали миры, в котором нет Бога. Неверующие люди показали ему свое видение мира и этим видением его заразили. Или сами по себе произошли события, которые он, не устояв вере, воспринимает сквозь призму неверия, то есть, воспринимает как неверующий человек. То есть, источник печали – это всегда картина мира, в которой нет Бога. Картина мира, которая показывает мир глазами неверующего человека, то есть, мы встаем на позицию неверующего человека, мы отрекаемся от своей веры, а раз нет веры в божественное присутствие, нет веры в божественный промысел, то, естественно, теплота молитвы, она уходит. То есть, молитва нас не согревает. Мы же не верим, что Бог слышит наши молитвы. Мы не верим, что Бог отзывается на нашу молитву. Мы не верим, что Бог как-то участвует в нашей жизни, и потому молиться мы не можем. Мы по привычке, как бы с насилием, с усилием читаем молитвы. У нас все существо наше противится, протестует этому. Сердце кричит «не хочу», разум кричит «бесполезно», но мы воля какую-то привычку имеет, мы читаем эти молитвы, вроде как бы, но вот мы в отчаянном положении, но все-таки, Господи, мы читаем эти молитвы, мы взываем к тебе, а он не действует. Не действует. И это обрубает всякое желание молиться дальше, но он не действует только потому, что мы не верим. Ведь только вера передает силу молитвам. Только вера позволяет действовать человеку. только вера действительно вдохновляет и как бы актуализирует молитву. Только благодаря вере, а не молитве, мы встречаемся в молитве с Богом. Если молитва творится, осуществляется верой, то она созидает нас во Христе, а без веры ничего нет. По вере вашей да будет вам. Мы в глубине души убеждены в магической силе молитвы. И читаем-то мы, собственно, чаще всего это именно как заговор, как молитву, как некое магическое заклинание, которое с неизбежностью должно даровать нам участие божественных сил в нашей жизни. А ничего не происходит. Только вера, движимая любовью к Богу, к Богу, может оживотворить наше сердце. А мы так не делаем. И поэтому, в результате, мы теряем помощь молитвы. Молитва ничего нам не дает. Сердце у нас пустеет. Мы впадаем в отчаяние. Мы начинаем роптать. Зачем все это было? Зачем я страдал? Зачем все эти скорби? Лучше умереть? Лучше вообще не видеть все это безобразие. Зачем я дожил до этого времени? Да все, наверное, это выдумали. Да Бог вообще не помогает. И все. Да где этот Бог вообще? Да кому он вообще помогал? Все эти книги про святых, это кто-то навыдумывал. Мы сами не верим своему ропоту, но пока мы верой, мужественной верой этому потопу не противопоставим, ничего у нас происходит. Вот этот ропот. Душа обезбоживается, потому что мы не верим. И мыслим неверия позволяем собой овладеть. Душа опустошается. Опустошается, опустошается именно без Бога. Естественно, из нее уходит мир во Святом Духе и любовь во Святом Духе. И вся та наша жизнь, она начинает нас раздражать. Люди, с которыми мы живем, которых мы нормально воспринимали раньше, начинают раздражать. Жена, дети, священник, друзья, коллеги. Все это начинает просто вот отталкивать. Мы не хотим все это воспринимать. Вся жизнь становится раздражительной. Делать ничего мы не хотим. И вся наша жизнь рушится. Вот именно поэтому так важно быть бдительным и не допускать Дух печали до своего ума. Не допускать. Если мы хорошо поняли, что на самом деле дело не в самой печали, ведь в печали нас свергает любая информация, любая картина, которая показывает мир без Бога. То есть в печаль нас свергает некий факт как бы отсутствия Бога, факт беспомощности Бога или факт непродуманности этого мира или факт того, что Бог нас не любит. И мы верим этому факту. А как раз этому факту мы и должны были противостоять верой. То есть мы печалимся потому, что не устояли в вере. Потому что допустили доверие факту неверия. Мы приняли постулат неверия, поэтому разрушается вся наша жизнь. Мы должны стоять на страже. Мы думаем, что за нашу веру не надо бороться, будто она нечто врожденное нам. Но нас легко с помощью фактов убедить, что никакого Бога нет. И мы ввергаемся в печали, вся жизнь наша разрушается. За веру надо бороться. В вере надо стоять. Веру надо беречь и хранить. И именно поэтому так важно, в том числе не подвергать свой ум, свое сердце, свою душу вот такому насильственному вторжению неверующей информации. Картин мира вне Бога. Картин мира обезбоженного. Нам рисуют шарж. Нам рисуют картину, в которой Бога как бы нет. И мы верим. Так надо избегать таких картин. Надо избегать тех информационных потоков, тех роликов Ютуба, новостей, статей, которые предлагают нам взглянуть на мир, неуправляемый Богом. После печали следует страх. А со страхом мы не можем жить. Страх двигает нас на борьбу, на бунт, на то, чтобы взорвать этот мир и решить судьбу этого мира самим, без Бога. Именно эта картина однажды захватила наш народ и повело его на баррикады революции, гражданской войны и той последующей смуты, которая едва-едва закончилась только в середине сороковых. Потому что люди привыкли доверять информации, а не бороться за чистоту своего умного ока, отвергая все, что разрушает нашу веру. Редактор субтитров А.Семкин